Отколовшаяся цивилизация Отколовшаяся цивилизация НЛО, правительство, мистика, космос, тайны, длиннопост сейчас почти не вызывает никакого сомнения, что значительная часть наблюдаемых НЛО, земного происхождения, согласно западным конспирологам и различным утечкам, после Второй мировой войны, когда были получены неопривержимые свидетельства существования внеземной разумной жизни. Было принято решение создать, для противостояния возможному вторжению пришельцев, технологии и силы, которые могли бы это сделать. Одно из названий этого проекта – Отколовшаяся цивилизация Были использованы все доступные знания, многие из которых вступают в конфликт с официальной наукой, для создания НЛО, параллельного космического флота, и многого другого. Отсюда все эти кажущиеся безумными инсайда базах отколовшейся цивилизации на Луне, Марсе, технологии создания двойников клонов и даже путешествиях в дальний космос. В какой мере в этом направлении работало и работает СССР и РФ, трудно сказать. По крайней мере с подземными городами все должно быть в порядке, в Сибири за сотни км от городов тайги охотники и лесорубы слушают гул куда-то спешащих под землей электричек. Все эти затеи, конечно, требуют денег. Может для этого запущены легенды о безумных клептоманах в Кремле, смысл жизни видящих в наличии золотого унитаза. И да, конечно, не была ли сама холодная война, закончившаяся пшиком, всего лишь мега-аферой, прикрытием для чего-то другого? Но вот что об этом пишут западные конспирологи, теневое правительство, выделяло бесчетное количество миллиардов долларов военно-промышленному комплексу. После окончания Второй мировой войны проводилось множество заметных операций по отмыванию денег, чтобы оплачивать одну обширную многогранную высоко засекреченную операцию, в которую входит и война в Корее, и война во Вьетнаме, и лунная миссия Аполлон, и холодная война, и истребители стелс, каждая из которых обходится в 2 миллиарда долларов и так далее. Это лишь несколько примеров главных операций, которые стоят намного-намного меньше того, о чем нам рассказывали. Классические случаи – молотки за 700 долларов и сидения для туалетов за 1000 долларов. Еще один пример. Следующий пример – заявление Дональда Рамсфельда 10 сентября 2001 года о том, что Министерство обороны не смогло отследить, куда ушли 2 доллара и 30 центов триллиона. Каждый из примеров создавал огромное количество наличных денег. Этим людям, отколовшейся цивилизации все труднее и труднее становится печатать деньги из ничего, поэтому наша экономика скользит к переломному моменту. Самый важный вопрос – на что они тратят все эти деньги? Вскоре после окончания Второй мировой войны произошло крушение в Розуэле, поставившее армию США лицом к лицу с реальностью инопланетных гостей на нашей планете. Это и разные другие события хранились в строжайшем секрете, после утечек, допущенных правительством. Военные сочли абсолютно необходимым занять оборонительную позицию. Были разработаны схемы, позволившие направлять огромные суммы денег на создание отколовшейся цивилизации, которая могла бы сразиться с любым потенциальным вторжением. Сюда входило строительство около 250 подземных городов, каждой вместимостью 65 тысяч человек. Было создано много-много разных кораблей, использующих в качестве движущей силы антигравитацию. Они легко путешествуют по нашей Солнечной системе и выходят за ее пределы. Каждый из экзотических истребителей, которые нам позволяются видеть, включая Аврору, хранится в консервации. Они выглядят превосходно, но используются лишь для отмывания денег. Реальный арсенал, который мы наблюдаем время от времени, это то, что люди называют НЛО, неопознанными летающими объектами. Такие корабли созданы на основе изучения настоящего НЛО после его крушения в районе Розуэла. Оригинал был тщательно разобран, а затем восстановлен, превращаясь в реально работающий корабль, который можно построить здесь, а затем использовать для межпланетных путешествий. Триллионы долларов потерянных денег ушли на строительство высоко засекреченных колоний на Луне и Марсе и на некоторых других спутниках. Более того, сейчас в Солнечной системе и за ее пределами у нас есть свыше 200 очень больших космических кораблей. Ирония в том, что со времен Розуэла нам вновь и вновь точно говорили, что происходит, посредством широкого разнообразия фильмов и телевизионных шоу. Мнимые войны, происходящие на Земле, служили прикрытием и источником денег для более важной цели, воображаемой или мнимой защитой нас от вторжения. Если понравилось, можно поставить палец вверх и подписаться на канал. Продолжение следует...